Приветствую вас, друзья! В этом видео мы продолжим изучение основных техник карточной магии и сегодня остановимся на форсировании или навязывании карты зрителю. Эта техника позволяет вам создать иллюзию свободного выбора карты, когда это не совсем так. Существует огромное количество способов форсирования карты зрителю. Я их классифицирую по двум основным критериям. Сложность исполнения и убедительность. В этом видео мы научимся трем способам разной сложности и, соответственно, эффективности. Но прежде чем мы начнем, если вам нравятся мои обучения, жмите на соответствующую кнопку под роликом прямо сейчас. Если вы еще не подписались на канал, подписывайтесь, хватайте колоду карт и приступайте к обучению. Техника навязывания пролистыванием достаточно проста. Предположим, вы хотите навязать зрителю бубновую десятку. Вы переводите ее в центр колоды и держите над ней зазор вашим мизинцем. Для того, чтобы зазор был сложнее увидеть с передней стороны колоды, прикройте его пальцами правой руки. Теперь попросите зрителя в момент пролистывания колоды сказать слово «стоп». И вне зависимости от того, где зритель скажет это слово, вы поднимаете карты над вашим зазором, тем самым предлагая зрителю выбрать бубновую десятку. У вас есть два варианта, каким образом можно навязать карту зрителю пролистыванием. Если вы хотите навязать карту лицом вниз вот таким образом, то вы держите зазор над форсируемой картой. То есть просите зрителя сказать слово «стоп», приподнимаете и отдаете зрителю карту вот так. Второй вариант – это когда вы удерживаете зазор под картой зрителя. В таком случае, когда зритель сказал слово «стоп», вы приподнимаете верхнюю часть колоды и показываете ее вот таким образом. Все зависит от того, что вам необходимо в том или ином фокусе. У этого навязывания есть несколько минусов. Основной один заключается в том, что оно недостаточно открыто. Карты находятся вот в таком положении и пролистываются очень быстро. Зритель не видит, действительно ли вы подсняли карты в том месте, где он сказал слово «стоп». Все строится исключительно на доверии к вам. Но в силу отношения к обману на постсоветском пространстве у вас могут возникнуть проблемы. Поэтому мы перейдем к следующему способу. Для того, чтобы сделать форсирование сбрасыванием, переведите необходимую вам карту с большей частью колоды в левую руку вот так. Всю оставшуюся стопочку накройте сверху и удерживайте зазор вашим мизинцем. Как только вы будете готовы сделать форсирование, переведите этот зазор в правую руку, удерживая его теперь большим пальцем, ухватитесь за карты поудобнее и приготовьтесь к сбрасыванию, попросив зрителя в этот момент сказать вам слово «стоп». И где бы ни остановил вас зритель до выбранной вами карты, вы сбрасываете все, предлагая зрителю выбрать навязываемую карту. Это форсирование работает за счет того, что когда вы сбрасываете карты, зритель видит, как колода заканчивается. И для того, чтобы вы не сбросили все карты, он говорит вам слово «стоп». И именно в этот момент вы сбрасываете все карты под зазором, предлагая зрителю выбрать ту за пик. В этом форсировании у вас снова есть выбор. Вы можете навязать карту либо лицом вниз вот таким образом, либо, сделав зазор под этой картой, навязать ее вот так. Если в момент навязывания карты зритель не говорит вам слово «стоп» в нужном месте, сбрасываете все оставшиеся карты сверху и начинайте форсирование по новой. Если и во второй, и в третьей раз зритель не говорит вам «стоп», где нужно, наверное, стоит выбрать другое форсирование. У этого навязывания есть один основной минус. Это зазор большим пальцем. Для того, чтобы зритель его не видел, постарайтесь повернуть колоду примерно таким образом и сбрасывать карты вот так. Если зрители стоят полукругом, тогда попробуйте отвернуться от них вот таким образом и сбрасывать карты, прикрыв зазор большим пальцем вашей правой рукой. И таким образом вы сможете навязать карту зрителю. Если же зрители окружили вас со всех сторон, то это форсирование будет не самым лучшим выбором. Чувство тайминга придет к вам со временем. Отрабатывайте технику исполнения, пробуйте его показывать вашим зрителям, и все будет замечательно. А мы перейдем к следующему способу. Для того, чтобы исполнить классическое навязывание, карту, которую вы хотите форсировать, расположите в середине колоды и удерживайте либо над ней, либо под ней зазор вашим мизинцем. Самое главное, чтобы у вас был над этой картой контроль. Теперь попросите зрителя выбрать любую карту из колоды и начните их раскладывать в ваших руках вот так. И в тот момент, когда зритель потянет свою руку для того, чтобы взять необходимую карту, в месте, где находится король черви в данном случае, раздвиньте карты немножко пошире и как бы подсуньте в руку эту карту. Да, все именно так и работает. Вы удерживаете зазор мизинцем над, либо под картой, которую хотите навязать. Простите зрителя выбрать карту, начинайте их вот таким вот образом. Раскладывать и в момент, когда он потягивает ком в руку, вы подсовываете необходимую карту ему. Попробуйте, это действительно работает. При нескольких условиях, которые я вам расскажу немножко позже. Но именно техника исполняется таким образом. Для того, чтобы карту, которую вы навязываете, было легче контролировать во время раскладывания, давайте мы перевернем ее снова лицом вверх. Смотрите, что можно сделать. В момент раскладывания карт вы вашим мизинцем приподнимите карты немножко повыше, большим пальцем начните их раскладывать и смотрите внимательно, что получится. Вы видите, ну я сейчас преувеличиваю, но тем не менее, видите, появляется вот такой зазор в середине колоды, который позволяет вам контролировать карту, которую вы навязываете, не удерживая никаких зазоров мизинцем. И в тот момент, когда человек подсовывает к вам руку, вы предлагаете ему выбрать червового короля. Смотрите внимательно, как это выглядит, когда карта находится лицом вниз. Держите зазор мизинцем, приподнимаете немножко стопочку, начинаете раскладывать и видите, у меня появляется этот зазор. Теперь мне не нужно удерживать никаких брейков своим мизинцем. Я просто раскладываю карты и в тот момент, когда зритель тянет руку, я подсовываю ему червового короля. Друзья, ну вот мы и познакомились с навязыванием карты зрителю. Надеюсь, что это расширит ваши возможности, так как использование этих техник ограничивается только в вашей фантазии. Но прежде чем я закончу, мне хотелось бы дать вам несколько советов. Единственный способ оттачивания этих приемов, это их постоянное использование. Навязывайте карту зрителю даже тогда, когда это делать не нужно, и со временем вы придете уверенность в использовании этих техник. Также для успешного форсирования карты необходимо создать атмосферу неважности выбора. Просто мимоходом разложите перед зрителем карты или попросите его сказать слово стоп, как будто это не имеет никакого значения. И тогда зритель возьмет первую попавшуюся карту. Что касается навязывания пролистыванием и сбрасыванием, здесь я дал вам необходимое количество информации. А вот в классическое форсирование можно углубляться сколько угодно. И если вы хотите подробнее изучить эту технику, я рекомендую вам приобрести серию обучающих DVD дисков от прекрасного испанского фокусника Дани Д'Ауртиза под названием «Утопия». В третьем DVD диске классическому форсированию уделено особое и пристальное внимание. Пишите в комментариях, какой способ форсирования вы используете чаще всего. Также не забывайте оставлять ваши пожелания относительно будущих обучающих видео. И если вам понравилось все это обучение, жмите на соответствующую кнопку под роликом. Рассказывайте об этом видео вашим друзьям, подписывайтесь на канал и мы непременно увидимся с вами в следующий раз.